Легковушка влетела в автобус в центре Улан-Удэ. С февраля материнский капитал вырастет почти на 7,5%. В Бурятии на Крещение откроют 17 купелей. Начнем хронику происшествий с ситуации на дорогах. В Бичурском районе легковушка на скорости влетела в столб и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Отметим, 21-летний водитель был за рулем без прав. На Советской столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили о Варкоме, водитель Рено Логан, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества Хонди. Та, в свою очередь, влетела в автобус. Пострадавших нет. В Баргузинском районе иномарка сгорела прямо в гараже. Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось 36 минут. В результате пожара сгорела машина Subaru Impreza и крыша гаража на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание котла для обогрева автомобиля. Накануне на трассе в Кабанском районе загорелся автомобиль. Возгорание ликвидировали за три минуты. В результате пожара обгорел кунг автомобиля на площади 9 квадратных метров. В Кабанскую центральную районную больницу был доставлен мужчина с ожогами первой-второй степени бедренных областей. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Для ее розжига мужчины воспользовались бензином. Наледные воды затопили региональную дорогу Мухарщибир-Бичура-Кяхта на 95-м километре. Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать скорость. В Улан-Удэ арбалетщик намеревался перебросить наркотики в колонию. Правонарушителем оказался 23-летний уроженец республики Бурятия. В ходе досмотра автомобиля, на котором прибыл задержанный, обнаружены изъяты шесть полимерных свертков, а также арбалет со стрелами. Молодой человек признался, что в свертках находится наркотическое вещество. Его он рассчитывал доставить осужденным, выпустив стрелы на территорию исправительного учреждения. В Улан-Удэ оператора связи наказали за непринятие мер по блокировке звонков телефонных мошенников. Аферисты связались с горожанкой, представившейся сотрудниками полиции в ноябре прошлого года. По классике, они сообщили, что на женщину пытаются оформить кредит и порекомендовали перевести свои сбережения на спецсчет. Потерпевшая не поверила злоумышленникам и обратилась в полицию. Установлено, что к гражданину поступали звонки с использованием подменных номеров. Однако оператор связи не принял меры по блокировке визов. На оператора связи заведены два дела об административном правонарушении. За каждое его оштрафовали на 600 тысяч рублей. В Бурятии в 2023-м совершено почти 19 тысяч преступлений. Это на 5% меньше, чем в 2022 году. Сократилось количество убийств и покушений на убийства. Криминальных деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Грабежей, краж, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. В то же время отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Изнасилований, мошенничеств, разбоев и хулиганств. Российские инфекционисты считают, что заболеваемость с гриппом и коронавирусом может вырасти в ближайшие два месяца. Подъем заболеваемости в декабре лавинообразно снизился на первой неделе января. Но сейчас, после праздников, когда заработали сады, школы и предприятия, можно ожидать нового витка заболеваемости. В структуре положительных находок гриппа преобладающим является тип А, H3N2. Также активно циркулируют респираторные вирусы. В целях сохранения здоровья жителям республики по-прежнему рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, поддерживать в помещениях оптимальный микроклимат. А при появлении признаков заболевания необходимо остаться дома и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Во избежание заражения ОРВИ или гриппом санитарные врачи советуют надевать медицинские маски в людных местах и общественном транспорте. В 140-м А микрорайоне Улан-Удэ успешно завершено строительство двух проблемных домов. Госстройжилнадзор Бурятии выдал свое заключение об их соответствии проектной документации. Строительство многоэтажек завершил новый застройщик. Напомним, что данная жилая застройка относилась к проблемным объектам и находилась в предбанкротном мониторинге. Строительство домов в 140-м А квартале начинал застройщик промгражданстрой. Строительство было на длительное время приостановлено и позже на правительственной комиссии по согласованию со всеми участниками, со всеми сторонами, было принято решение о назначении нового застройщика «Стройстандарт». К работам приступили весной 2023 года и к концу года эти работы завершили. В результате права 44 граждан-участников долевого строительства в двух домах на 40 и 60 квартир восстановлены. В Госстройжилнадзоре отметили, что ввод объектов в эксплуатацию стал возможным при участии всех заинтересованных сторон. Прежде всего, финансовых ресурсов нового застройщика. С 1 февраля 2024 года материнский капитал вырастет на 7,4%. Таким образом, за появление на свет первенства государство выделит родителям 631 тысячу рублей. При рождении второго ребенка – 834 тысячи. Если семья уже успела распорядиться частью материнского капитала, оставшиеся средства все равно будут проиндексированы. Например, если у вас на счету осталось 290 тысяч рублей, то в 2024 году эта сумма увеличится до 311 тысяч рублей. Как отметил министр труда России Антон Котюков, чаще всего мат-капитал россияне тратят на улучшение жилищных условий. В прошлом году таким способом воспользовались более 677 тысяч семей. Вторым популярностью вариантом стала ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. К нему прибегли почти 415 тысяч россиян. Еще 376 тысяч семей направили средства мат-капитала на образование. Напомним, с 2024 года в России изменились правила получения материнского капитала. Теперь на него имеют право только родители, которые уже были гражданами России на момент рождения ребенка. Эти изменения не касаются жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Авиакомпания «Нордвинд» планирует запустить полеты между Казанью и Улан-Удэ. В Госкомитете Татарстана по туризму отметили, что таким образом намерены закольцевать Байкал с Казанью с двух сторон. Ведь рейсы из Иркутска в Казань уже существуют. Теперь дело за другим берегом Байкала. «Здесь пока есть открытые вопросы. Мы еще не открыли продажу билетов», подчеркнул представитель авиакомпании. Первые рейсы в Улан-Удэ планируется запустить к майским праздникам. Развитие городской инфраструктуры, строительство новых школ и детских садов напрямую влияет на результаты работы педагогов и воспитателей. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова. Напомним, что за минувшие пять лет в столице Бурятии было построено 10 новых школ и 19 детских садов. Это еще и разгрузило учителя. Когда он работает не в три смены, а работает, начинает хотя бы в две смены, да, и когда в детских садах, в связи с тем, что открываются новые детские сады, в группах становится меньше детей, это тоже особое определенное влияние на создание условий для труда педагогических работников. Еще три дошкольных учреждения введут в эксплуатацию в Улан-Удэ в 2024 году. По словам Татьяны Митрофановой, новые детские сады появятся в ДНТ «Перспектива», в микрорайоне «Мясокомбината» и рядом со школой номер 48. В Бурятии вовсю идет подготовка к одному из главных православных праздников – Крещению. Оно пройдет в ночь с 18 на 19 января. По традиции в храмах состоятся вечерние службы и освещение воды. А для тех, кто решит окунуться в прорубь, в республике оборудуют 17 купелей. В Улан-Удэ купания состоятся на реке Селинга за стадионом БГУ. Сегодня практически во всех 17 планируемых местах будет проводиться мероприятие по первичной подготовке. Это расчистка ледового покрытия, расчистка береговой линии для стоянки автомашин, ограждение. Завтра с утра ближе к обеду непосредственно на местах начнется резко льда под купели. Начать окунаться в купели горожане смогут 18 января с 18.00 до 19 января в 18.00. Все это время у купелей будут дежурить сотрудники Центра медицины катастроф, полиция и МЧС. Каждая купель у нас будет оборудована согласно требованиям сходними. Каждая купель будет защищена от несчастных случаев, то есть влево-вправо под ледовым покрытием вход будет ограничен. То есть человек будет спускаться на твердом деревянном покрытии, делать омовение и безопасно также будет подниматься. В МЧС рекомендуют жителям и гостям региона совершать обряд омовения только в оборудованных и предназначенных для этого местах. Их адреса вы видите на экране. Анастасия Брянская, Руслан Хиртуев, специально для телеканала «Мир Байкал». 3 февраля в Улан-Удэ пройдет флэш-моб в национальных костюмах, приуроченный к празднику Белого месяца. Организатором мероприятия выступает Бурятский драматический театр имени Хацана Мсараева. Это очень радостное событие, вот такого рода флэш-моб. Выйти всем нарядными, красивыми, большой толпой пройти. У нас выйдет не только творческий состав, но и наши работники сцены, и тех составов. Я думаю, сколько мы дегелов наберем. Мы написали письма своим коллегам, учреждениям культуры. Возможно, часть их подключится. Потом Министерство культуры Республики Бурятия тоже призывает своих коллег, другие министерства, чтобы они тоже присоединились к данному флэш-мобу. В театре отмечают важность поддержания традиции и сохранения культурных ценностей. С помощью флэш-моба актеры призывают горожан не забывать о своих корнях. Важно чтить духовные и материальные богатства бурятского народа. Всем хочется выглядеть хорошо. Ну, как-то себя выразить в одежде. А почему бы не попробовать выразить себя в национальной одежде? Ну, некая самоидентификация, да? Ну, кто есть им ты? Откуда твоя культура? Бурятский театр вот этим флэш-мобом призывает, чтобы в дальнейшем каждый сагалган, сурхарбан и другие праздники вот как-то вот через одежду как-то это хотя бы, чтобы это выражалось. В конце шествия артисты бурдрамы дадут небольшое представление для горожан. Полюбившиеся всем нашим зрителям артисты со своими песнями. Всех песен мы, конечно же, вам не предложим, потому что для чего делается эта акция? Для того, чтобы заманить зрителя к себе на представление. И, естественно, все, что действительно, вот самый сок будет на самом представлении уже в театре. В любом случае, приходите на наш флэш-моб и вас удивят наши артисты. Принять участие в шествии сможет любой желающий. Флэш-моб начнется 3 февраля в 14.00 от главной елки на площади Советов и охватит большую часть улицы Ленина до площади Революции. Дарья Фоминанима, Родная, специально для телеканала «Мир Байкал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова